Магия момента. На фюзеляж Ил-112 навешивают единое крыло. Казалось бы, простое инженерное решение, но оно, тем не менее, оказалось прорывным. Новый лёгкий транспортный Ил-112 авиационные специалисты уже называют Ильюшиным чудом. Он должен сменить Ан-26, которые отслужили свой век. Ил-112 и грузы больше берёт и летит в два раза дальше, до 5,5 тысяч километров. В Воронеже собирают фюзеляжи первой партии, в подмосковном Жуковском завершаются испытания двигателя. Вот сейчас как раз на одном из пилонов вместо второго родного двигателя установлен новый турбовинтовой двигатель для нового лёгкого транспортного самолёта Ил-112. На второй этап вышли с опережением. Мы пролетим весь профиль первого вылета самолёта Ил-112, мы промоделируем его и внесём какие-то корректировки, очевидно, и будем готовить заключение на первый вылет самолёта Ил-112. В юбилейный год для фирмы Ильюшина это будет неплохой подарок. В планах строительство до 10 самолётов ежегодно. Сергей Ильюшин без всяких преувеличений гений самородок. Родился в глухой Вологодской деревеньке, в авиацию влюбился с первого взгляда. К началу 30-х годов он уже был известен как крупный организатор производства и талантливый авиаконструктор. 13 января 1933 года глав авиапром создаёт Центральное конструкторское бюро. Начальником назначает Ильюшина. Его первые бомбардировщики сразу же становятся рекордсменами по дальности и средней скорости полёта. А потом была война. Мясник, чума, чёрная смерть. Так фашисты называли его штурмовик Ил-2. А самые первые удары возмездия нанесли дальние бомбардировщики Ильюшина. Этих штурмовиков было изготовлено 36 тысяч и 5,5 тысяч Ил-4. Ил-4 в августе нанесли первый удар по столице фашистской Германии, Берлину. Приемник, ученик, наследник – это всё о нём. О Генрихе Новожилове. В КБ он с 49-го года. Ильюшин сразу разглядел в молодом выпускнике авиаинститута талантливого конструктора. Назначил своим заместителем по самолёту Ил-18. Ильюшин один раз слетал в отпуск, вернулся и сказал, у нас авиации пользуются командировочные и обеспеченные люди. А нужно сделать гражданскую авиацию достоянием широких масс, будем говорить, советского народа. И был заложен самолёт Ил-18. Он поставлялся на экспорт в 16 стран. На его базе разработано несколько военных модификаций. До сих пор на вооружении. Последним самолётом, над которым Ильюшин работал лично, стал Ил-62. И снова шедевр инженерной мысли. Дальность, скорость, комфорт. Он полетел осенью 1967 года и сразу встал на трансатлантический маршрут Москва-Монреаль. Его брали в аренду Air France и японская авиакомпания JAL. Мыслимо ли такое сейчас? В начале 70-х генеральным становится Новожилов. Но Сергей Владимирович ещё рядом. Консультирует по 76-му. Задача сложнейшая. Новый тяжёлый военно-транспортный самолёт должен взлетать с неподготовленных аэродромов и иметь короткий разбег. Получился уникальный самолёт. Приложил свой талант и лётчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой. Кстати, первую звезду он получил за свои подвиги на Ильюшинском самолёте Ил-2, ещё в 44-м. А тут его пригласили на завод взглянуть на будущий Ил-76. Генрих, слушай, у тебя грузовые кабины, как у нас спортзал. Давай сделаем самолёт для тренировки космонавтов, потому что мы тренируемся на самолёте Ту-104. Вот так родился этот самолёт. С тех пор дорога в космос начинается с полёта на Ил-76КТ. А это взлетает его последняя модификация Ил-76МД-90А. Спроектированный полностью в цифре, он стал ещё мощнее и надёжнее. Прочность самолёта позволяет вместо 48 тонн полезной нагрузки, как на старых Ил-76, вести уже 52 тонны. 4 тонны — это неплохой прирост для транспортного самолёта. Да, широкофюзеляжные Ил-86 и Ил-96 проиграли конкурентную битву по топливной эффективности. Но ведь российский борт номер один — это всё-таки Ильюшин. Надёжность — самое главное достоинство. В 2018 году фирма Ильюшина должна сделать два шага вперёд. Первый — это полёт нового перспективного заправщика Ил-78М-90А. И второй — это полёт лёгкого военно-транспортного самолёта, совершенно нового самолёта, который создан только в уже постсоветское время. Это Ил-112В. Это два новых класса самолётов, которые очень востребованы в войсках, их ждут. У этих самолётов есть ещё и экспортный потенциал. Авиакомплекс Ильюшина сегодня загружен работой на 150%. И размещение на заводе «Авиастар» в Ульяновске новой линии без стапельной сборки позволит повысить точность и скорость монтажа.